Всем привет! Я в Беларуси, в городе Бресте. Этот город с тысячелетней историей. И за тысячу лет он был в составе разных государств. Пережил многое, его даже перенесли на другое место. Я всегда мечтал здесь побывать. И несмотря на то, что я путешествую только по городам России, для Бреста я решил сделать исключение. Пойдемте смотреть. Перед каждой поездкой я знакомлюсь в социальных сетях с местным жителем, который мне предлагает квест по городу, то есть загадывать загадки. Я приезжаю, отгадываю и перемещаюсь от одной достопримечательности к другой. В этот раз до начала квеста я решил поболтать с жителями Бреста. Обстановку разведать. А могу отвлечь на секундочку? Мы впервые в Бресте спрашиваем, где что можно посмотреть. Что можно посмотреть в Бресте? У меня смех я пустил. Ага. Я ловлю что кучу. Ага. Сюда идти парикмахерскую подключу. Думаете, мне стоит, да? Хоть кто-то посоветовал. А, это ваша парикмахерская? Да. А-а-а-а-а. Может, что-то вынь? Аллея фонарей. Хорошо. Да. Интересно. Посмотрим. С 1 мая. С 1 мая. Фильсово зрения. Куда? С 1 мая. Фильсово зрения. С плечевого полета посмотреть город. Ну, по-советски все гуляют. Аллея фонарей, наверное, да. По-советски можно погулять. Где еще? Набережная сейчас у нас очень красивая. Новая. Фильсово крепость, конечно, в первую очередь. Ага. Ботанический сад. Хорошо. Можно вообще, как можно понять, по каким фразам, словосочетаниям, что ты из Бреста? Есть какие-то фразы, которые говорят только тут? Лучше Бреста нету места. О, круто. А почему лучше Бреста нету места? Есть какие-то характерные черты Бреста? Ну, это уютный город. Уютный город. Тем более признан лучшим городом Беларуси в этом году. А, да? Какие-то соревнования у вас проводились? Ну, вообще, комиссия вроде как была. Ага. Они оценивали по уютности, по спокойности, по безопасности, по частоте. И как бы Брест занял первое место. И этим можно гордиться. Что ж, неплохо. Всего 12. То есть, в Бресте много чего есть посмотреть. Виктор Петрович, здравствуйте. Я в Бресте. Жду заданий. Найди памятник, который есть в каждом городе бывшего Советского Союза. Там тебя встретит Татьяна. Памятник в каждом городе бывшего Советского Союза. Ну, разумеется, это памятник Ленина. Вот так вот. Задачку. Щелкну. Здравствуйте. Татьяна. Александр. Виктор Петрович вас посоветовал. Впервые в Бресте. Расскажете, покажете. Ну, конечно, пойдем. Пойдемте. Брест старше Москвы. Но вот загадка. Зданий, построенных до 19 века, здесь нет. Татьяна объяснила, почему. Старый Брест стоял в двух километрах отсюда. На том самом месте, где сейчас Брестская крепость. То есть город перенесли, а на его месте построили крепость. Зачем? Чтобы охранять самые западные границы Российской империи. По итогам раздела Речи Посполитой в 1795 году Брест-Литовский вошел в состав России. А новый Брест строили с оглядкой на крепость. Вообще Брест и характеризуется тем, что в центре у нас одна двухэтажная постройка. Это не случайно. У нас с 19 века такая традиция. И потому что город находится рядом с крепостью, высокое здание могло стать наводкой для артиллерии. Поэтому вся жизнь в этом городе в новом подчинена была Брестской крепости. Нельзя было строить здание. Не будут у нас фабрики заводов по этой же причине. Трубы фабричные, чтобы не стали наводкой. И только тогда, когда крепость модернизировали, разрешили здание чуть повыше строить. И появилось первое предприятие рекроводочный завод в 1897 году. Очаровательные дома. Уютный город. Самый маленький из всех областных центров Беларуси. Здесь всегда много туристов от разных национальностей. Мы еще в одном из таких двориков, тихих, уютных, преских наших. Так что когда будете гулять по городу, и вообще я всем рекомендую. Гулять понятно по этим главным туристическим маршрутам. Советская крепость. Все понятно. Но не лениться еще отклоняться от маршрута. Хотя бы на несколько метров и заходить вот сюда. Внутрь двориков. Внутрь двориков. Делать прекрасные фотографии. Хочу вам еще показать одну деталь очень интересную. Если бы вы сами гуляли здесь, вы наверняка этого не заметили. Это кирпич с клеймом. Кирпич из Брестской крепости. Все дело в том, что после войны крепость разбирали на хозяйственные нужды. То есть то, что вы в крепости увидите, это далеко не то, что сохранилось там после войны. Куда еще посоветуете сходить, съездить, посмотреть Брест рядом? Ну, конечно, Брестская крепость. Обязательный пунктик в программе. И Беверская пуща. Она недалеко. Ехать туда недолго. Там есть что посмотреть. Будет сделано. Спасибо большое. Удачи, приезжайте к нам. Какой бы интересной ни была экскурсия, по незнакомому городу всегда хочется прогуляться одному и сделать свои маленькие открытия. В Бресте есть улица Гоголя, где часть фонарей украшены скульптурами, имеющие отношение к произведениям Гоголя. Мы сейчас стоим рядом с носом. Интересно, что обычно ставят памятник самому писателю. Тут ставят памятник одному из самых известных персонажей. Гоголь не был в Бресте, но здесь его произведения точно читают. Чем не повод для создания целой аллеи скульптур с персонажами великого писателя? Я, если честно, уже проголодался. И неплохо бы спросить у Виктора Петровича, куда можно сходить поесть. Мочанка. Мочанка – интересное слово. Звучит как не то, что можно съесть, а то, чем можно мыться. Но я всегда за попробовать что-то новое. Не сюда. Виталий. Здравствуйте. Калиласка. Калиласка. А у вас же тут своя кухня. Своя кухня белорусская. Местная белорусская кухня. Давайте я вам подскажу, что это блюда у нас. Вот здесь будут первые блюда – соляночка, борщи, фляки. Вот здесь – это фирменная верещака. Верещака. Как вы понимаете, операторы – тоже люди и тоже голодные. Получается, у нас верещанка, мочанка и дранники. Нормальный обед. Мощно. Ммм, как захотелось все съесть это, а. Вот это? Вот это я понимаю. Ну, что, готова верещака. Опа. Смачно есть. Спасибо. Так, как бы вам описать, что это? Это картошка, мясо и колбаса. Описал. Не знаю, как это сделать точнее. Но вместе это, понимаете, хорошая компания. Они нашли друг друга. Мочанка? Мочанка. Кареласка? Кареласка. 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 Это пожалуйста, да? Да, да, да. Вообще, я странно понимаю, как можно блины макать в мясо. Это же не варенье, верно? Поэтому я буду его намазывать. Это, я так понимаю, курица в сметанном соусе. И в сочетании с блинами она смотрится очень хорошо. Блины такие чуть-чуть сладенькие. А сметана с мяском такая. Хм-хм. Вот такая. Но она не сладкая, но с блинами. Значит, первое режюме. Мне мочанка понравилась больше, чем верещака. Интереснее. Пока все колоритно, калорийно, сытно и жирно, знаете ли. Видите, как руки блестят. Так что, а сейчас ждем главного гостя сегодняшнего вечера. Знаменитое и самое популярное блюдо в Беларуси – это дранники. Калиласка. Дранники за компанию. Это ассорти дранников. Дякую. И с разными начинками, с рыбкой, с мясом, с сыром, со сметанкой. Смачно есть. Спасибо. Дякую. Так, начинаю с дранника со шкварками. Дякую. Значит, я это блюдо съел пока на треть, но я уже наелся. И в целом тут порции очень большие. Рекомендация, если вы едете вдвоем, то одного блюда на двоих, ну, более чем достаточно. Итого, верещак, мочанг и дранники. Кажется, есть я не захочу еще пару дней точно. Дзекуй и в путь. Теперь у меня есть силы посмотреть главную и всем известную достопримечательность – Брестскую крепость. Брестская крепость находится не в центре города. До нее можно доехать на такси или долго идти пешком. Это главный вход в мемориальный комплекс Брестская крепость – врезанный в вал параллелепипед с высеченной в нем пятиконечной звездой. Сейчас это кажется удивительным, но подвиг защитников Брестской крепости не сразу был увековечен. Только в 1971 году во многом благодаря советскому писателю и участнику войны Сергею Соловьеву на территории крепости открыли вот этот грандиозный мемориальный комплекс. В 1941 году, 22 июня, в 4.15 утра на крепость был обрушен шквал огня. К 9 утра крепость была окружена немцами. Внутри остались 4 тысячи человек, в том числе женщины и дети. Впоследствии выжили 750 человек. Это новый музей. Его открыли 22 июня 2014 года в помещении Юго-Восточной казармы. Здесь 8 залов и более 2 тысяч экспонатов, посвященных защитникам Брестской крепости. Сначала ты понимаешь, как безмятежно жил гарнизон до войны, а затем ощущаешь, как этот мир рухнул. За первые полчаса войны на крепость были сброшены 5 тысяч снарядов и мин. Обезумевшие лошади сгорали в конюшнях. Гитлер планировал взять крепость за 2 часа. В итоге битва продолжалась неделю. Люди защищались без малейшей надежды на помощь извне. Выжившие попали в плен. Вот такими они возвращались из концлагерей. Если возвращались, конечно. Так бережно сохранять историю и делать ее осязаемой помогает «Газпром». Компания постоянно поддерживает инициативы сотрудников музея. А еще «Газпром» много лет обеспечивает подачу газа к вечному огню на площади церемониалов. Холмские ворота – это визитная карточка Республики Беларусь, Брестской крепости. Это одни из четырех ворот, которые были в двухэтажной оборонительной казарме. Ворота получили название от близлежащих городов. То есть с той стороны у нас польский город Хелм. Соответственно, Холмские ворота. Тересполь – тереспольские. Через эти ворота в крепость заезжали все важные почетные гости, императоры. И проезжали они по брусчатке, которая сохранилась оригинально в воротах, и попадали уже на остров Цитадель. Здесь же на воротах мы видим многочисленные следы боевых действий. По обе стороны от ворот накануне Великой Отечественной войны находился 84-й стрелковый полк. И здесь была организована оборона под руководством полкового комиссара Ефима Моисеевича Фомина. На 23 июня на южном острове крепости были взяты женщины, которые там были в госпитале, военные врачи, медсестры, дети, и их гнали перед собой. Так называемый живой заслон. Вот в память об этом у нас мемориальный знак с датой 23 июня. И полковой комиссар Фомин, он когда увидел, что вот свои женщины, дети идут, они хотели, чтобы их пропустили, они прикрывались ими, он вышел на мост, крикнул этим людям, ложись, завязалась перестрелка, и многие остались в живых, вот эти женщины и дети. И сегодня это вид, который изображается на сувенирах. И вообще у нас когда-то была купюра 50-рублевая, тоже вот ворота, напоминающие средневековый замок. Башенки вот эти, бойницы. Вверху в этом белом квадрате был герб Российской империи. Но, к сожалению, он не сохранился. Брестская крепость вызывает смешанные чувства. С одной стороны, это памятник великому мужеству, с другой, это памятник невероятной человеческой трагедии. Я знал, что посещение Брестской крепости не будет легкой прогулкой, но не сходить туда нельзя. А вот второй обязательный пункт программы для всех туристов – это Беловежская пуща. Виктор Петрович, завтра еду в Беловежскую пущу. Все рекомендуют. Есть ли загадки там? Башню на пяти белорусских рублях. Давайте смотреть. Так, это дворец. Сто, пять. Так, на пяти рублях башню нашел. Каменецкая вежа. Все, пошел искать ее по фотороботу. Беловежская пуща – это огромный реликтовый лес, на территории которого находится национальный парк. Здесь есть музей природы, вольеры с животными, отели и гостевые домики, спортивные площадки и правительственная резиденция. Туристы гуляют по специальным маршрутам. Я выбрал велосипедный. Привет. Привет, меня зовут Таня. Я сегодня буду твоим гидом. Приглашаю тебя отправиться на велосипедах в небольшое путешествие по Беловежской пуще. Всегда мечтал в Беловежской пуще побывать. Погнали. Ну что, поедем, все расскажу, покажу. Какой самый старший дуб? Как такового самого старого дерева у нас нет. В среднем возраст таких многовековых деревьев – это от 700 до 800 лет. Вокруг много повальные деревья. Оказалось, что они не выдержали внезапного первоапрельского снега. Они убирают деревья только, чтобы не повредить экосистеме. Древесина сама по себе постепенно разлагается. То есть, тем самым она удобряет почву. В ней, конечно, это своя экосистема. Тут селятся насекомые, различные микроорганизмы. И по ходу движения будут встречаться огромные выворотни пней. Под ними даже живут животные. То есть, они там свои норки все-таки строят. А под пнями каких животных можно встретить? Это может быть барсук, енотовидная собака, лисица. То есть, все вот такие вот хищники, потому что в основном селятся где-то дальше. Они уже делают себе что-то условно в виде нор, но не под выворотни пней. В Беловежской пуще водятся кабаны, рыси, олени, зубры. Собственно, на них здесь и устраивали когда-то охоту для высокопоставленных лиц. Сейчас, конечно, это запрещено. Здесь даже ягоды можно собирать только сотрудникам парка, которые потом из него делают варенье. Это все можно попробовать в кафе. Да, конечно. В местных. Да, если вы зайдете, вот у нас любимое лакомство Дедушки Мороза – это блины с вареньем. И вот зайти в любое абсолютно кафе, если взять земляничным, черничным, брусничным – это все варенье наше. Мы находимся в одной из немногих вообще деревень в Беловежской пуще. Это деревня Ляцкия. Тут живут те, кто работают. Да, здесь как таковых старожил местных жителей нет. То есть это те, кто работают в основном у нас у Дедушки Мороза на поместье. Это все его основные помощники. Мы сейчас потихоньку двигаемся к еще одному такому своеобразному символу пуще – это дуб-патриарх. Ему 600 лет. Для своего возраста дерево относительно невысокое – всего лишь 31 метр. Но толщина ствола уже достигла целых 220 сантиметров. То есть для того, чтобы дерево полностью обхватить, нужно примерно 5 человек. Слушай, ну дуб реально великан. Посмотри, наверху располагается огромный след от удара молнией. Это? Да, вот этот вот большой-большой. Но дерево не пострадало практически. Он выглядит очень крупно и очень кинематографично. Конечно. Если бы мне нужно было снять фильм про дуб, это был бы он. Велосипедная экскурсия оказалась для меня идеальной. Все быстро по существу, используя для здоровья. Таня рассказала, что многие приезжают с семьями и палатками и по несколько дней живут в лесу. Тоже интересно. Но я решил возвращаться в Брест. А перед этим выполнить задание Виктора Петровича и найти Каменецкую башню. Мои поиски не затянулись. Каменецкая башня расположена в поселке Каменюки. Вон там, за рекой Лесной, уже Беловежская пуща. Думаю, здесь немного задержаться. Не так много я видел в жизни башен второй половины 13 века, которые сохранились на 90%. Вот он, смотрите, окошко с решеточкой. Ого. И под окошком сохранилось два глубоких гнезда. Так вот, в эти гнезда помещались дубовые балки. Они держали либо балкончик, либо площадочку. К этому балкончику ставились лестницы деревянные, веревочные. С помощью этих лестниц войны попадали внутрь. За собой внутрь тоже эти лестницы убирали. И башня оставалась неприступна. То есть на то время был единственный вход. Расстояние достаточно приличное. Поэтому женщины, старики и дети в башне не находились. Они туда подняться не могли. Ну а мы сейчас физические способности туристов не проверяем. Пойдем проще путем и попадем через подвал. Камни и кипящая смола из таких бочек обрушивались на головы врагов. Дело было до изобретения стрелкового оружия. А стрелять уже будут из вот таких бойниц, которые снаружи выглядят как узенькие щелочки. Эту башню еще называют белой вежей. Бежа значит башня, а белая не из-за цвета, а потому что так и осталась непокоренной. Пять ярусов в башне. И на то время каждый ярус имел свое назначение. Мы с вами сегодня попадали в башню через ледяной либо холодный подвал. Второй ярус использовали как складские помещения. На третьем ярусе в то время войны имели возможность поспать и отдохнуть в промежутках между осадой. Четвертый ярус. Это древний вход в башню 15 метров над землей и гостиная князя. Пятый же ярус – это оружейная. Ну что, мы с вами сейчас поднялись на боевую площадку. И размещаемся на десятом этаже. Отсюда, конечно же, открывается великолепный вид на окрестности города и на его достопримечательности. Как видите, подняться сюда стоило. Лепота-то какая. Но пора возвращаться в Брест. Виктор Петрович нашел Каменецкую башню или, как ее называют, белая вежа. Вот она такая же, как на пятирублевой купюре. Куда двигаемся дальше? Пошел искать летучую мышь. Мне назначили встречу у летучей мыши. Летучая мышь – это вообще где? Это у меня тоже такой интересный вопрос. Не знаю, я могу сказать вам. Мне сказали, встреча у летучей мыши. Это что значит? Я не в курсе, что там с ней связано, но этот памятник, встреча у летучей мыши, он чуть дальше. Ага, понял. В общем, это памятник. Который летучая мышь. Спасибо, помогли. А вот и летучая мышь. Она охраняет указ городского главы. Текст такой, дабы впредь в граде тьмы не было. Интересно. Как и договаривались, тут мы встретились с Виктором Петровичем Кирисюком. Оказалось, что он легендарный в Бресте фонарщик. Вот у нас знаменитый камень. Ага. Летучая мышь – это символ темноты. Вот. И сейчас пойдем переодеваться и начнем вот с этого светильника зажжения керосиновых фонарей. А у вас как много их? 17 фонарей. 17 фонарей? И один в кафе. Вот там кафе, называется «Ночь, улица Фонар». Вот там внутри тоже такой же фонар стоит. Я туда захожу, зажигаю. Ну, народ в интернет выкинул, что фонарщик забегает туда, рюмку пропускает. Слухи расползлись, да? Да. Ждем здесь. О, смотрите, сумка с фонарщиком. А-а-а, здравствуйте. Здравствуйте. А сколько такая стоит? 25 рублей. 25 рублей. Да. Вот что-то лен. Материал лен хороший. Вот с нашим фонарщиком. А это прям Виктор Петрович за это там? Да, Виктор Петрович, да. Прикольно, что у него есть, по сути, свой бренд. А он с этого же ничего не получает. Играемся 13 лет. Здорово. У вас очень много поклонников. А есть примета, да, какая-то? Человек, который дарит людям светом 13 счастья. О, надо потеребить пуговицу. О, можно я тоже потереть? А что, видевская пуговица, для потеребить пуговицу. Все. Теперь счастье на моей стороне. 13 лет без выходных, отпуска и больничных. Он не болеет, потому что не хочет. Вот так все просто. Конечно, 100 лет назад фонарщиков в Бресте было много. Но с тех пор, как в 2009 году традицию зажигать фонари возродили, Виктор Петрович единственный. От такой популярности, если так назвать, не фастовство, это просто так. И никто не думал, что она так станет популярным и востребованным. Думали, так, как-то вроде бы. Но получилось нормально. Мы купили сумку с вашим изображением. Вы видели? Есть. Вообще, очень-очень много сувенирной продукции с вами. Печень, печень, печень. Там, шоколадные пульсы, фонаршика на батонах. Да, сейчас покажем. Смотрите, что купили. Похож. Похож? Я прям спросил, это вы? Сказали, что да. Это здорово. Такой вопрос. Камерического характера. А какие-то отчисления вам делают, что вас печатают на этой продукции? Никаких. Вам надо зарегистрировать товарный знак свой, правда? Это уже... Это надо запатентовать. Запатентовать, абсолютно верно. Это все делается по-человечески. Людям хорошо. Пускай зарабатывают деньги. Виктор Петрович, спасибо вам большое. То, что вы делаете, потрясающе. Мне Брест очень понравился. Вам отдельное спасибо еще раз. Спасибо, что приехали. Приезжайте еще. Мы будем очень рады. Обязательно. Брест мне и вправду понравился. Я увидел много людей, которые любят свой город, хорошо знают его долгую и во многом драматическую историю. В Беларуси я был еще только в Минске, но верю местным, которые говорят, что Брест самый спокойный, чистый и безопасный город страны. Этим действительно можно гордиться.